Добро пожаловать на мою страничку Всем спасибо кто посетил и подписался Двигатель 1,6 бензиновый 105 лошадиных сил Механическая коробка передача Передний привод машина 2014 года выпуска Установим линзы фары Начну с того, что когда я был в Китае Жена разрешила мне купить что-нибудь для себя Подарок на 23 февраля Я хотел купить все, но выбор пал именно на линзы Цену их называть не буду, а то вдруг станет кому-то плохо Итак, снимал фары без снятия бампера проще простого А вот снятие и пластиковых стекол Сказать сложно, это ничего не сказать Заводской герметик нереально крепкий, не реагирующий на тепло Ковырял ножами и отверстками, пытался дреть Брал в руки даже монтажку и в итоге я их раздербанил Сразу же замотовал хром на очках и дунул все это делом матовой красочкой Классика жанра Отражатель не стал красить, от габаритов он будет немного подсвечиваться Потом мне попались на глаза лампы поворота Взял растворитель, оттер желтый на лед в виде краски и теперь вид просто пушечный Кстати, кто надумает сделать так же, не покупайте белые лампы, просто сотрите краску с желтых Линзы поставил без каких Либо проблем, зафиксировал, все протер и собрал фары обратно Хватилось лихву одного тюбика прозрачного герметика Пообедал и продолжил установку С корректором немного повозился, нужно умудриться его попасть в пасотражателе Заодно промазал стелл бампер и крыла герметиком, потеков грязи теперь не будет Результатом более чем доволен, смотрится очень свежо, идеально гармонирует с ПТФ В общем и целом авто преобразилось Мелочь, а приятно Главное своими руками Решил с обеда заняться мелочевкой, а именно затянуть в гляне стольки Дела сам, впервые, на сухую, все получилось вполне прилично Есть косячки, но они малозаметны Главное, делал все сам Пленка Хексис пролежала полтора года и отлично себя показался, я боялся, что высохла После поклейки намыла авто по старинке из ведерка, ох он и здоровый Установил клыки и накладку Сегодня утром получил клыки и нижнюю накладку на решетку от прилично распиаренного ставра Упаковано все достойно Несмотря на печальный опыт некоторых владельцев ларгусов, мой комплект идеально покрашен Правда конечно границы немного не четкие, но за эти деньги лучшего ждать не приходится В целом впечатления от комплекта положительные, небольшие чели в нашей стране давно стали нормой Попробую убрать их прозрачным герметиком, так как скотч не справляется Установка дополнительных задних фар Сегодня наконец-то умудрился выделить время и установить дополнительные задние фары Разбирать немного, главное иметь звездочки под рукой Перекручиваем болт из заводской заглушки в фонаре, без фанатизма, пластик слабенький В наборе с фонарями шли провода Так я провел проводку к заводскому Одним словом Россия, левый фонарь, пришлось чуток подпилить Пользуясь случаем убрал войлок из задних крыльев Итак, уже 4 дня как мой шарабан стал ярким для встречных водителей Уже полгода как они лежат у меня, уходят и приходят, а сам без них В общем установка простая и не принуждена Срываем пластиковые заглушки вокруг туманок Сверлим отверстие под провод и ставим ДХО, все по заводскому Установил спойлер Для крепления спойлера пришлось сверлить двери багажника Страшного в этом ничего нет, главное твердость рук и холодный расчет Отметки отверстий делал дедовским способом Под рукой оказался шрус, который был использован в качестве сала для разметки Затем сверлим отверстие Начинал осознанно с большой части, так как Маленькую потом проще подогнать На все места, где пластик будет прилегать к кузову, нанес двусторонний скотч Причем клеил только сторону к пластику Маленькую часть выставлял по большой путем наслаивания скотча Вышло очень неплохо, тем более инфу об установке заранее не искал, хотел сам попробовать В результате имею то, что и хотел По-моему, очень неплохо Решил чуточку доработать решетку К новомодным готовым изделиям души у меня не лежит Кусок пленки нашел достаточно быстро Ларгус на сегодняшний день единственный автомобиль, на котором так легко снимается решетка Только пластиковые зажимчики и все Сама хромированная сабля снимается аналогично Фактически уже больше двух лет я катался скотом, который для мозгов авто был бесполезен Наконец-то удалось ларику позволить выдохнуть всеми 105 коняшками Трасса получилась на 10 мм Толще столько, что само по себе уже хорошо Плюс за счет адекватного раздвония теперь выхлоп практически одинаково слышен из обеих насадок Сегодня сам уже выставил высоту насадок как хотел Благо ребята сделали все грамотно и регулировка высоты дело 5 минут Ширина между насадками получилась больше, чем была на 10 см Что тоже положительно повлияло на внешний вид Субтитры сделал DimaTorzok Девма Ну вот и закончилась эпопея с установкой воздуха на мое авто Была поставлена задача Сохранение третьего ряда кузова в заводской целостности Все удалось Ложится ли он на пороге Этой цели я не ставил Думаю все прекрасно видно на фото Авто у меня не чисто для выставок Поэтому эксплуатация будет каждодневной Думаю теперь станет еще интереснее Бюджет напрямую зависит от того На каких компонентах собирается система В среднем по моим прикидками можно уложиться и в 42-48 О моей системе говорить не буду Уж слишком веселая судьба по сборке и установке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот эта ларейка на нем же Во первых это аэродинамические поперечины Как раз они оказались моим призом в группе ларгусоводов в ВК в новогоднем конкурсе Ну а самое главное это супер скибокс для дорожного скарба который любезно отправил мне синий дипломат Спасибо огромное Вживую он поинтереснее чем на фото Объемчик вполне приличный 460 литров Достаточно интересная раскраска и обтекаемая форма Думаю он будет идеально сидеть на законном месте в дальних поездках Сейчас же он занял свое место в гараже до летних покатушек на отдых который надеюсь наступит Погода все больше намекает на необходимость соскакивать с зимки Так что совсем скоро начнем шуметь по дорогам летними тапочками Чип тюнинг ларгуса Объективно на авто стало значительно легче крутиться по оборотам Стало на порядок приятнее жать на газ Пропал небольшой затуп то есть Педаль сразу дает пиночек автомобилю В общем я более чем доволен проделанной процедурой Приветствую всех кто зашел на мою страничку Подписывайтесь оценивайте Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал